МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, конечно же, станцевать под любимые хиты. Такая возможность есть и у жителей нашего города. Конечно же, с соблюдением всех правил безопасности. 5 января в киноконцертном зале «Панорама» состоится новогодний концерт с участием звезд российской эстрады. И в преддверии этого замечательного концерта мы решили записать интервью с замечательным артистом-певцом, автором многочисленных хитов Дмитрием Чижовым. Подробнее об этом и не только смотрите в нашем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Дмитрий. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо, что приехали. Так совпало, что я сейчас ехала к вам навстречу, и в такси звучала песня Хлебниковой «Чашка кофею». Очень символично. Ну, начать я хотела бы, конечно же, с вашего знакомства с музыкой. Как вы связались с творчеством? Есть ли какая-то яркая история, что-то запоминающееся в творческой деятельности? Может быть, это какое-то выступление, какой-то творческий момент? Что-то, что действительно запомнилось вам, наверное, на всю жизнь? Здравствуйте, Анна. Спасибо за приглашение. Ну, у меня получилось, вот когда люди взрослеют, превращаются из детей в юношей, 13-14 лет. У многих бывают какие-то выборы профессии там стоят, люди думают, кем я буду. У меня вот, когда я перешел из мальчика, конструирующего модельки, в юношу, я сразу же понял, что я хочу играть в ансамбле. И все, для меня этот вопрос больше никогда не стоял в жизни. Я оказался там в пионерлагере и видел, как ребята играют на гитаре, более старше, чем я. Потом они положили гитару на кровати, ушли, я взял гитару, я смотрел за пальцами, как человек перебирает аккорды. Я взял и сразу, как бы, это сыграл, сразу, никогда до этого не держа гитару. Ну, у меня фортепиано было уже, музыкальная школа у меня уже была, я еще учился, заканчивал музыкальную школу по фортепиано. Я смотрел, как это устроено, как это, как это, потому что гитара это все-таки пацанский такой инструмент, конечно. Мне очень хотелось. И вот так вот я стал музыкантом. То есть вот с этого началось. Потом уже школьный ансамбль. Естественно, мы перепевали, ну, как все в то время, мы перепевали известные песни того времени и наших артистов, и зарубежных. Мне кажется, зрителям было бы интересно узнать историю создания вашего коллектива. Я поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Это в Питере все происходило. Я родился и жил в Питере. И мы оказались в одной группе с Виктором Салтыковым, ныне очень известным артистом. Я после первой пары сразу же вышел на перемену и стал у ребят спрашивать, кто играет и с кем сделать ансамбль. Уже там со школы пришел, надо же новое делать. И учеба меня интересовала в меньшей степени, а Витю еще в меньшей степени. Мне сказали, вот этот парень хорошо поет, Витька играет на гитаре. И мы пошли, нашли фортепиано в аудитории, сели, что-то поиграли, как услышал, как он поет. Ну, мы все вообще просто человек. Тогда никто не верил. Идеалы артистов были другие. Лев Лещенко был, Кобзон, Муслим Магомаев, Сергей Захаров. Видные такие. А ветер же такой, такой шебутной. Но, как я услышал, как он поет, и думает, это будет звездой. Я говорю, нет, нет, да ты чего, да нет. Ну, так судьба впоследствии сложилась, что он стал звездой. Мы много играли, много перепевали разных песен. Сами тогда не пытались сочинять. Может, я и пытался, но ничего не получалось. И вот, как бы с этого все началось. У нас была очень развернутая художественная самодеятельность. Мы делали шикарные капустники просто на уровне музыкалов. К нам съезжался весь город, залы были битком. На нашем именно факультете всегда занимали первые места, пока учились. Вот. И потом его уже в 84-м году его увидел композитор Морозов и пригласил солистом в группу «Форум». И Витя стал звездой, просто номер один. Тогда это было новое веяние вот такой модной современной музыки. Конец 84-го, начало 85-го года. Мы еще доучивались, писали дипломы, а он уже ездил по гастролям. Ну, вот это вот такой вот первый этап. Есть ли в вашей творческой жизни какие-то невероятно яркие впечатления, что-то запоминающееся, может быть, какие-то истории с выступления? Расскажите нам, очень интересно узнать об этом. С подачи Виктора Салтыкова он уже ездил мощно по стране. Они переехали, все ядро форумовское переехало из Питера в Москву и стала уже группой «Электроклуб». Вот. Там и Александр Назаров, оранжевщик, и Салтыков, и их звукорежиссер. В общем, самые креативные люди, они стали ядром группы «Электроклуб». Стало это все на другом уровне. И я ему звоню, еще по городским телефонам, говорю, Вить, ну, что такое, что ты там звезда, давай про друга не забывай. Он говорит, ну, хорошо, хорошо. И через какое-то время он мне звонит. Это был июнь 88-го года. Он мне звонит и говорит, слушай, ты меня просил куда-то тебя устроить. Вот тут у меня сейчас живет, в съемной квартире там, ну, живет, это временно там, живет, значит, Аркаша Кудряшов. Он говорит, что он директор какой-то группы «Мираж». Я, короче, не знаю, что это за группа, купи расческу и приезжай завтра. Они тебя возьмут, я договорился. Ну, пришлось так и сделать. Правда, расческу я не знал, где купить в Питере. Это были какие-то такие достаточно новые дела. Расческа – это висячие клавиши, да, и еще раз, такие элементы моды музыки 80-х, 90-х. Я просто нашел, каким-то образом нашел денег на этот инструмент. Приехал в Москву, приехал к нему, действительно, там был такой Аркадий Кудряшов. Сейчас он является директором Юрия Шатунова. До сих пор живут они в Германии. Вот. И меня так оценили, сколько-нибудь подойдет. Типа внешне это было важно, а я еще играть умел, в отличие от многих остальных, которые там участвовали в этом. И мы через день, что ли, поехали на гастроли. Это была Наталья Гулькина под названием «Мираж». Но это был не тот «Мираж» основной, это была впервые отколовшаяся от группы «Мираж» Наталья Гулькина с гитаристом и, значит, с группой, которую собирали вот таким образом. Там еще был барабанщик, басист, и вот я, и гитаристы, и Наталья Гулькина. И у нас было восемь концертов в одном городе, в Дворце спорта, потом восемь концертов в другом городе. Расческу мне продал Иосиф Пригожин за дорого, за очень. Вот. Тогда еще начинающий менеджер, как он ходил, говорил, я менеджер, не называйте меня администратором, я менеджер. Новое слово, да? Да, тогда было новое слово. Слоу-продюсер еще не звучало. И мы поехали. Потом, значит, через месяца-полтора после этого начались конфликты между создателями основной группы «Мираж» и, значит, ее ответвлениями. И Гулькина перестала быть «Миражом». Она называлась уже Натальей Гулькиной группой «Звезды». И до сих пор она в таком... Ну, она выступает сейчас, как Наталья Гулькина. Мы общаемся. Периодически где-то выступаем в каких-то концертах вместе с ней тоже, да. Вот. Ну, так забавно это было все. Вот. И там у них начались эти конфликты «Миражовские», которые до сих пор и продолжаются в различных ипостасях, о чем телевидение периодически сообщается. Да, это... Ну, как группу назовешь, так она и, собственно, и... Поплывет. Поплывет, да. А скажите, как возникла идея создания своего коллектива? Гитарист Игорь Пономарев, который... Мы остались, значит, я остался в Москве на съемной квартире с Иосифом Пригожиным. Кстати, мы втроем снимали с гитаристом и с Иосифом. И он... Ну, поскольку под «Миражом» было нельзя выступать, она там ушла что-то писать, альбом Гулькина, и, в общем, там это было другое уже все. И он говорит, да зачем? Говорит, давай сделаем собственную группу. А у меня было несколько песен уже написанных к тому времени, которые еще... Я там пытался что-то записывать в Ленинграде тогда еще, немножко было записано. Он говорит, ну, у тебя классные песни, давай все это сделаем свой коллектив. И, говорит, я знаю руководство «Миража», все, мы, говорит, с ним сделаем свой коллектив, там 4-5 песен и будем ездить. Говорит, они возьмут, они собирают большую программу. Ну, так мы и сделали. Ну, правда, это было тяжело, потому что все деньги, заработанные с Гулькиной, они кончились, и наступила осень, а одежда была летняя, из Питера я уехал. И, в общем, записывали этот альбом с большим трудом. То есть вот все эти вещи, которые проходят артисты, которые потом становятся настоящими артистами, я прошел. То есть жить было негде, есть было не на что. Всем уже, у всех уже позанимал, уже всем звонить неудобно. Надо же как-то что-то... Я брал ночную студию, а утром, то есть заканчивалось там время студийное специально, 5-6 утра я шел на вокзал на Ленинградский, встречал поезд, на котором я ездил проводником из нашего железнодорожного института. У меня там во всех поездах были все знакомые проводники. Я приходил к ним, и утром приходил поезд из Питера. Ну, вот эти хорошие поезда ночные. Ложился спать, у меня там, в моей проводнице. Я командиром отряда был, они уже меня там поили, кормили. Я отсыпался часов до 3-4 дня, потом шел делать свои дела. И вот так вот тоже было в течение, ну, где-то там 2-х месяцев где-то. Потом мы сделали эту группу, и, ну, это был тяжелый период так. Ну, тяжелый, но вот именно тот, как вот в кино показывают. Счастье, лишь передышка, яркая вспышка, море проблем. А облака летят, как лебеди. С вами была программа Культфьюжн, и я ее ведущая Анна Акуджава. Будьте в самом центре культурной жизни Твери вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова